светло просторно и уютно по моему это я с красоты начинала и а вы знали из этой серии может то есть вы знали вы все знаете про цветы я вот несколько месяцев держала монстеру а я снимаю она уже сейчас скажу он о чем монстеру держала наверное сколько месяцев много месяцев эти фиолетовые нужно выбрасывать уже сорвала как ландыши ну не ландыши они другие цветы в общем держала в воде как декоративный такой дизайн декоративный дизайн как декор и вот такой случай может думаю сейчас взять и пересадить в другой горшок и в какой-то в офисе поставить или где-нибудь потому что он очень уютный цветок оказался куда поставишь этот угол уютнее даже вчера решила на и на этот стол в этом именно в этом горшке скажите что очень красиво получилось сама не ожидала очень хотелось что-нибудь поставить на этот стол чтобы не сильно так разноцветно чтоб сливалась посмотрела туда-сюда и сюда вот собрала это право минимальность и по моему очень красивость но что-то требуется чтобы глаз чувствовал какой-то контраст поэтому можно не полениться а то состаришься и повесить эти бархатные и бархатные горчичные слова постоянно забываю горчичные занавески хочу подойдет подойдет не подойдет давно купила но бирюзовые диваны меня останавливали думала будет чрезмерно так ярко много цветов люблю когда два или и максимум три нос сочетая с вещей ся цвета сейчас есть у нас голодный мужчина который уже два раза спрашивал что сегодня на на ланч покормил и продвинусь дальше наладь у нас сегодня изумительная голая толма вот на сегодняшние планы не сильно разнообразные ланчуем мальчики уже съели хлебушек из стекла с утра я опять как белочка в колесе это хочу выбросить а то в мыслях у меня будет хаос они красивые но начали сразу выпадать думаю не надо их дома держать очень красивые хотелось чтобы цветы как-то присутствовали это про это еще из холодильника достала молоко чтобы мацун сделать но то мало светительное получилось наверное смотрели уже или не смотрели это неважно фарш сделала фарш мы вместе делали на этом канале посмотрите и гене фарш и помню как назвали этот влог но половину вашу сделала фрикадельки из спагетти спагетти с фрикадельками в томатном соусе а половину взяла и собрала вместе с томатом с перцем чеснок оказалось очень даже чеснок я уже клала в соус поэтому чеснока не добавила но обычно сверху и снизу чеснок тоже добавьте очень вкусно и вот между листьями потому что муж не любит листья столько часов заворачивать разворачивать потом поэтому нам в этом случае важен вкус от листьев виноградных и лозы виноградной лозы по моему вкус передался а заворачивать не пришлось несколько часов разворачивать тоже тоже не придется сразу вот такие колу лаки смотрите они аккуратные уже разворачиваем разворачиванные муки бабушки со вкусом толмы попробуйте если не пробовали обещаю с ума сойдете от вкуса и кино не будем пробовать не хотим с ума сойти в переносном смысле сейчас быстро ланч делаем хлеба ждет хлеб горячий был не не резала горячий хлеб нельзя не люблю резать горячий хлеб так что сейчас мы соберемся маленький ланчик сделаем маленькую чашечку кофе великолепный поставить занавески повесим и продвинемся дальше планы на вечер поменялись сегодня мы хотели шашлык сделать но с 4 часов дождь будет до 8 это значит автоматически не успеем а ужатясь шлеп пшеничная и опять пшеничная белая твердая пшеница половина наполовину сделал свежемолотая твердая пшеница белая и обычная пшеничная мука магазинная и как вам говорит очень вкусно так арам джан можешь отдыхать несколько секунд а нам место поменяла говорит ой хлеб режете не знаю можно собакам столько хлеба много не даю маленькие кусочки даю и это как бы традиция сначала она есть потом мы продолжаем есть а то ли сам сильно впервые знаете что захотелось за долгое время смотрела на холодное молоко и теплый хлеб и захотелось согрешить молоко перестала как бы меня не мешать после молока очень такой тяжелой себя чувствую а я люблю когда я себя легкой чувствую но маленькой чашки с кусочком хлеба очень жирное молоко у них у этих людей ну давайте попробую разок последний разок это очень вкусно когда только-только переехали я хлеб с молоком этим наедалась это мне детство напоминает очень вкусно как прекрасно сочетаются эти великолепия это я продолжу а это пойдет на мацу вот и нанялись а теперь можно и занавесочки вешать единственное что не могу сосредоточиться белые оставить или удалить потом к зиме потому что я люблю когда открыто вы смотрите уже листва падает у нас очень такой осенний настрой сейчас почти кажется дождик собирается ну тепло очень даже душно тепло после дождя думаю лучше будет ну звук ветра слышите и листва так хорошо танцует крутится вертится и роботы работают у нас как же трудно с этим бассейном для бассейна нам нужно будет специальный custom made чтобы на наш бассейн специальный cover сделали но как же это испортит вид смотришь и что то тут закрыто представьте чтобы не чистить все равно сын чистит работает хорошо приучается на мои огурчики давайте давайте говорили не вырастет огурец уже не сезон туда сюда вы на этого красавца огурца посмотрите и читала или слышала что нужно спелые сразу удалять не знаю что это за мушки или бложки я их боюсь но они приходят на огурец отдыхать так говорят то что уже выросло удаляйте чтобы остальные могли хорошо себя почувствовать смотрите настоящие как будто из маринада достали малосольные их должна промыть не знаю что за мушки очень хорошо начало расти вот смотрите сколько их будет здесь будет тут уже молоденькие пошли ну этот кажется пожелтел сразу удалю чтоб не мешал никому даже здесь растет маленький сегодня немного все что в этом и в другом огороде фиолетовый базилик сорвала там тоже должна собрать засушить много дел у нас у огородчиков ну попробуй и такой огурец в жизни не ел сочный сладкий хрустящий что хотела вам показать листву показали дождик пошел уже как ветер задует уже танцуют как ветер задует уже танцуют но совсем без такого сахарного вкуса один был очень ароматный но все равно не сладкий сладкий остались у нас два не последних может быть из желтых из желтых арбузов они последние но еще не спелые хочу хорошенько дать время пусть поспевают потому что маринад из арбуза только я одна ем и жалко уже на маринад окей сколько смогла растянула вешение занавесок смотрю и думаю была бы волшебная палочка сказала бы вештись занавесочки нам хочешь быть моим волшебником очень повышешь какой добрый открытой души человек пошли значит сначала думаю раз уж белые уже повешены повесим рядом если сильно будут закрывать белые удалю но думаю поскольку занавески не совсем широкие вот так смотреть они не широкие они просто такую полосочку добавят и цвет и все они не будут перебарщивать вид в общем сказала перебарщивать вид я будет нормально не не будет лишним то есть тут я сам говорит это ты делала ну ты согласился быть моим волшебником о какая тонкая полосочка о и не буду я их гладить утюжить пока пока не знаю оставлю или нет я честно говоря тестирую я подержу один поставим посмотрим и другой поставим и другой уже гром слышите помочь я помню что покупала одну и ту же длину которую покупала серые занавески серые были очень длинные на пол касались а вот эти ну не короткие короткие но они не такие такими я их покупала думала то есть размер стандарты бывают по размеру может точке скажу это откроет и поглазим и тогда будет хорошего размера а так и сделаем ну так сейчас я отойду чуть подальше посмотрю не прикрывают view простите уют прибавился что-то хорошее произошло тебе нравится лучше ну серьезно добавился молодец при диване это было бы чрезмерно два ярких цвета это невыносимо а тут среди этого прозрачного белого и светлого маленький лучик солнца как будто добавилось теперь вопрос к телезрителю может сразу взять и повесить ничего не удлинять все равно вы не видите я внимания не обращаю зачем столько ждать все это разделить или же повешу потом дочке скажу когда время будет отделей и уже так сразу на этот поставлю и поглажу правильно что я буду нянчиться за из-за нескольких сантиметров не надо мелочиться исправим поправим помидорчик упал решила дать помидоры немножко поспеть чтобы они сладкие чтобы не делала сладкие чтобы были это тоже исправлю поправлю а работа ты свое кресло постоянно туда несешь можешь можешь вперед так издалека ну совсем не красиво цыганщина а занавесок сколько можно вкуса нету тут тоже повесим повесим очень красиво там еще не исправила но я не могу жить если у меня занавески не той длины которой я их представляла и другой другой размер уже другая длина уже очень длинная сейчас посмотрим эти хотя уже получилось даже без этого можно удалять у меня специальная штучка есть сейчас покажу то что я имею ввиду не надо Эгине мы уже поняли есть люди которые очень поздно понимают а есть такие которые вообще близко не подходят к пониманию о у меня такая штука для растений чтобы удалять что-то из них маленькие веточки вот теперь Эгине успокоится сейчас пойду утек принесу вот это другое дело они должны ростом хотя бы как-то сочетаться а а сейчас я быстро-быстро пройдусь по всем потом поглажу минуточка это для меня пока ты кофе ставишь песенки поешь для меня разные а я закончу это широк не широк узкое окно это трудно будет сделать так что и может это можно удлинить или это короткий не упадет если упадет значит упало скажем белое сюда привести и вот отсюда киногений просто сейчас может я удлиню упадет сейчас посмотрим будет будет не будет как нибудь прорвемся как нибудь прорвемся кажется все сработало все 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 удовольны все осталось остальное удлиню поглажу и будет и будет красиво красивее все все вас оставляли в покое со своими занавесками но вы молодцы что столько продержались в моих занавесочных метаниях это нужно немножко туда все потом я поиграю немножко скажите что красиво солнечно стало о подождите никуда чтобы не уходили нервных прошу не смотреть будет уж очень красиво все я закончила свои дизайнерские преступления ну совсем вкуса нету у этой женщины это последний глажу и думаю если состарюсь поленюсь поленюсь состарюсь потому что так хочется всех погладить хорошенько поутюжить у меня есть паровой паровый утюг эта штука ну думаю может оставлю завтра выпрямиться что выпрямиться а уже то что выпрямилась уже не придется гладить хочется пройтись по этим швам так хорошенько утюгом такой у меня плохой характер очень сильно обращаю внимание на такие детали которые очень многие на взгляд не увидят но не заметят а на мои нервы могут они действовать очень сильно неглаженные кончики занавесок или неочистенные неочищенные это как называется полендуз эти полоски знаете на полу вот такие у меня слабости какие у вас слабости Эгена детальные слабости но думаю сдержусь просто не буду на них смотреть так буду смотреть кончиком все закончила на сегодня думаю и все я с этим делом сегодня по крайней мере больше ничего не глажу не углаживаю но угадайте что просит этот уголок угадайте не буду угадать сразу сделает и видите вспомни что вышло сразу можно пойти в огород и свежих желтых цветочков понабрать вот поэтому хотим поменять полы они очень старые и скрипят местами скрипят местами не скрипят я нашим друзьям товарищам рассказала почему здесь эта штука стоит или нет ты помнишь почему стоит можете рассказывать у них здесь какой-то водопад стоял и подключался в этом розетка здесь была водопада в центре комнаты все я довольна пока маленький туда-сюда сделаю походу здесь выберусь и продвинемся дальше не верю шатя думаю пока дождик немножко успокоился хочу собрать всю зелень базилик то есть соберу все засушу потому что уже начала сушить пакетики бригад не пакетик что я купила недавно не пакеты а мешочки мешочки уже купила заготовила все все зиму будем кушать сушеный базилик или пить чай из сушеного базилика окей пошли думаю через несколько дней грибов можно понабрать сегодня муж в лес уходил уезжал в лес попрощались и он уехал в лес говорю посмотри там грибы есть и он чтобы я не пошла не посмотрела вернулся говорит вообще не было грибов нигде ни капли ни единого гриба не было представляете помидорчики помидорчики пока есть живут время от времени можно собрать один два три четыре базилик просто так все не хочу обрезывать так порежу потом помою листики удалю а эти все таки оставлю может походу они еще и будут радовать фиолетовый базилик очень хорошо в чае особенно при кашле говорят помогает честно говоря я не смотрю кашель или не кашель спайдер был там паук чай так любим с лимоном получается какой-то ароматный напиток холодный тоже вкусный со льдом от кашля со льдом очень вкусно отрежу много много и удалю зелень пока сажать не собираюсь здесь здесь то есть ничего сажать не собираюсь того томата можно и с собой домой отнести как будто томата у нас нету дома и и вчера собирала наверное послезавтра можно еще немножко собрать потихоньку но они такие маленькие ароматные такие настоящие некрупные экземпляры капусты оставлять или готовые не готовы они маленькие но вроде бы уже готовы но с капустой я не дружу я поняла что капуста не мое будущее больше не буду сажать там наверху пару штук посадила красной капусты и все красная красную никогда не сажала поэтому смотрите прямо пришел и приселся так себя ударила больно было быстро соберу там по-моему этот арбуз тоже готов если не ошибаюсь усики засохли это завтра соберу потому что там уже один взяла а дети уже говорила дети не едят я одна ем арбузы с косточками органику не признают так хорошо после дождя хочется здесь жить что какой-то вид паука заседает иногда в зелени домик себе строить и так страшно капусту зря посадила здесь огурцы уже поздно посадила наверное они совсем не растут такие малюсенькие невзрачные ничего это был мой первый думаю очень даже успешный садоводческий год очень многое собрала очень много радости было буду грустить за зиму парник парники венчер теплица теплицу не хотим нет если спрашиваете совсем не хочу я в зиму или в холод в зиму о чем это я для меня зима на зимах не буду спускаться из дома выходить я зимой сплю как медведь как много базилика здесь выросла много чая будем пить нужно удалять здесь тоже посадила маленький огурчик пошел и много таких малюсеньких но сильно сомневаюсь что они успеют поспеть уж очень странно выглядят так густо 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 ой еще один дынёк упал ты откуда упал вот эти ароматные аромат говорит мам текстур очень хороший такой сочных с хрустом но не сладкие сладкие но то что и ждешь это не то что то можно или нужно наливать может сахаром поливать чтобы сладкие были или медом не знаю но я более сладкие ожидала давайте там посмотрю полу спелый перчик так люблю полу спелые перчики косточки такие нежненькие бывают это фиолетовый перчик и их можно вот так весь перец перец можно съесть с косточками сочный сочный это какой вид дыни тоже не знаю это еще не пробовали тут их двое он она пробовала зеленая там наверху вырастила совсем не сладкий сочный но как огурец на на вкус полусладкий огурец все эти желтые томаты они как будто бесконечные их собираешь собираешь каждый день если приду в огород каждый день могу собрать желтые томаты и кто-то писал если помидоры уже чернеют это плохо это такой вид помидор они на вид в черные но они красные и черные опции не заметила здесь дождик забрался в общем огород почти прощается с великой огородчицей нашего века здесь забыла базилик это тоже сиреневый базилик но почему-то зеленого цвета позеленел от счастья так быстрее а эти оставлю на семена уже вот скоро семена пойдут соберу чтобы на следующий год опять посадить и детей всю зиму кормить базиликом и напивать напаивать базиликовым чаем чтобы не жаловались бедные дети вот и здесь оставлю все больше здесь ничего нету можно пару желтых цветков соберу арам арам скажи нет не позвали теперь все это семена туда-сюда попали этот цветок вы знаете какой цветок все это по семенам выросло я здесь может пару штук сажала бархатцы бархатцев и все потом они многие засушились а я их головки так вот сушеные туда-сюда накидала а вот эти сами по себе выросли как интересно есть люди выкидывают удаляют портулак как сорняк я семена купила посадила не выросла выросла тут там здесь пора сеяла все что смогла съела так прямо из грядки беру ее но ожидала что сейчас у меня поле портулака буду гордиться какой у меня поляна такая портулакная не выросло маленькие такие но сучные очень будет были так цветочки собрала арам можем даже в лесу покататься если хочешь так люблю после дождя рано утром люблю и вечером люблю так приятно но наверное мокрое а сейчас сиденья нет хочешь меня с собой лес повезешь на малыша это оставлю один круг прокрутимся наполнился лесной целебной энергией и вас наполним надеюсь надеюсь передается и вернемся домой-домой подождите это оставлю ты домой понесла и себя каламайн лосьоном нанесла ты видел их лапки места их лапок котики любят здесь сидеть платье все равно должно поменять здесь нет ничего чистящего средства у вас нету где таится мой этот топор почему это здесь чем ты занимаешься в лесу наверное траву рубишь и скарпанец почему это здесь окей мои перчатки здесь можем поехать заходите цеха линей луара мальман сейчас думаю ее попробуем в багажник потому что в лесу очень грязно будет она чистая мытая попробуем против говорит она в багажник не зайдет ну чтоб не загрязнилась тогда ее домой надо не хочу что мы ее купали интересное знаете что муж по нескольку раз может поехать дети едут все могут сесть в этот малыш и покататься она ни за кем не бежит как я сяду она должна по всему кругу как будто наверно охраняет от тебя альма геннатон силе нас пойдет обрадуюсь этот вопрос должны решить потом не хочу чтобы она загрязнилась она убежала наверное наши планы почувствовала говорит я потом помоюсь там мамочка ты не беспокойся не хотим чтобы потом еще и помылась с грязными ногами так сильно вот говорит вот так сделаю после веса пойду помоюсь а теперь поехали говорит как скажешь а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немножко остановимся, пусть отдохнет чуточку Хотя она не из тех, кто сильно и быстро устает У нее батарейки энергайзер У меня иногда такое бывает, энергайзер В основном на энергайзере Но бывает и батарейки увядают Эту часть очень люблю, очень низко И можно поближе пойти к речке Маленькая река Неглубокая, текучая Там рыба есть Но мы не рыболовы Эти звуки успокаивают Если я сейчас умолкну Вы тоже успокоитесь Послушайте Как интересно В прошлом году в это же время Весь лес был полным-полно этих цветов В этом году их нету Один только здесь нашла Экземпляр Хотя они быстро увядают Но так красиво смотрятся вазочки Это не знаем, чья территория По-моему, это... Не знаем, чья территория, по-моему Вот их территория О, там есть желтые цветочки Здесь свамп Как будет? Болото Там вот за лесом С той стороны И с той стороны болото Это и хорошо И всё равно Болото То есть там Больше никто ничего строить не будет У нас будет тихо, мирно И... Да, природно А если бы не было болота Точно Здесь везде начали строить Строят, строят, строят И быстро проедешь раз Там уже уравнивают, чтобы строить Второй раз проедешь Уже полуготовый Третий раз проехал Там уже дом, люди живут Просто загляну Вот здесь бывают Здесь, когда муж иногда катается Олени гуляются здесь Окей, ничего интересного Красиво Кто-то писал, что Альма упитанная и толстая Она может быть и упитанная Но не толстая И упражняется И бежит больше, чем любая другая собака У неё такая фигура просто От натуры Алия теперь траву ест Она на траве сидит, если хотите знать Как может быть толстая, если она травоядная И с таким аппетитом ест Тоже в меня Энергайзер травоядная Наверное, она послышала, что я сказала Она толстая Кто-то писал Плохо себя почувствовала Это она вам доказывает Что она травоядная и не толстая Алья, сильная, скорчуная Недопожелатели, завистники Её фигуры Ну, а бы такую фигуру Утонченную Сильную, шоколадную И загар вечный у неё Ох, какой цехот Просто хочу посмотреть Что за цветок Такой красивый Фиолетовый О, хотела спросить Что это такое Это у нас И наверху растёт Уверенно ядовитое Что-то не хочется есть О, мой телефон не с собой У меня этот апп есть Это не брусника Но растёт здесь очень много Не съем И плохо На запах нехороший Ну, интересно стало А цветок красивый Кустик Окей Всегда что-то новое здесь есть Всегда хочется понаблюдать И муж говорит Убедилась, да? Что... Подождите Генея, дайте камеру Извините Извините Там дама Решила немножко поостановиться Муж говорит Ну что, убедилась Что грибов нету Он думает Я хотела его заговорить И в лес повезти За грибами Но я верила Что грибов нету Несколько минут дождя Это не грибы Вот к концу той недели Если так продолжится Будут и грибы Альма Дина, дина Тинксиры Дина, дина Наши путеводительницы Ей это хорошо Это для нее очень хороший эксерсайз И спать хорошо будет И крепкие будут мускулы Если нужно будет Кого-то защищать Она будет готова Арам, если бы ты был Настоящим романтиком Сейчас меня на кофе Пригласил бы Поместили у нас Где она воды попила Что здесь не пьет Это ее любимая Водяная станция Арам, давай кофе выпьем Потом пойдем домой Немножко здесь Подольше останемся Пока дождь не пошел Суровый Это как лютые холода Сурового дождя не будет Может зря отменили шашлык Или нет Там уже тучи Арам, почему ты не купаешься? Я бы на вашем месте Иногда смотрю и думаю Если бы не было Наверное, со следующего года Я начну купаться Точно Крутка Апресс Не могу на чё разъедать О, мой, дорогие Ух Арам, ты с вами пара Она обычно то же самое На траве делает Крутится, вертится Сушится Апресс 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 Не надо немножко отдохнуть Но после побега У нее энергии еще больше Там кто-то писал И мы это уже говорили Она сливается с этим павром Уже несколько раз Я чуть не обернулась Не видела, что она там лежит Но поскольку она очень добрая собака Я не обернулась Мы кофе пьем То есть если пьем с курагой Или с сушеными фруктами Сухими Она со мной Как бы наслаждается Если нет Пойду ее кофе принесу А нам в желтых чашках поставишь Маленьких Просто Чтоб подкрепиться Пойду ей что-то Будь принесу Вот я все кисть делаю Вот я все кисть делаю Питка Учна в каймете Вазу Знаешь, я что подумала В тот день тебе забыла сказать Тот мангал Можем позвонить Джону Как последнее имя? Как фамилия Джона? Как ты его называешь? Джон? Нет Джон Руссо Джон Руссо Почему-то у него всегда говорят Это Джон Руссо Этот measuring tape Не наш Говорит Джон Руссо Где этот measuring tape Джон Руссо Anyway Можем Джону Руссо позвонить И попросить Чтобы этот мангал Он пристроил в такой штуке Скажем Как шкафчик в той стороне Ты уже подумал об этом Да Не мангал Большой мангал Большой мангал Большой мангал Построить новый большой мангал Или тот Потому что знаете что мы Остановитесь Остановимся Время придет Подождите Подождите Здесь одна дама Понюхала что-то вкусненькое Куриное Значит Хосе Камачо Когда приехал Мы ему Что ты попросил Насчет той стены Что придумали Он сказал Если хотите Мы вашу крышу сделали так И это мы знали уже Чтобы она могла Как бы продолжаться И сомкнуться С нашей уже существующей Крышей дома Специально так сделали Чтобы как будто у него Сердце подсказывало Что эти люди Что-то не то с этими Могут захотеть Что-то другое И говорит Когда захотите Крышу удлини И вот здесь уже будет Как будто Одна территория Эту часть Проравним Цемент бетон идет Удлиним И вот на той стороне Уже можно сделать стену И перед этой стеной Или к этой стене Можно и такой мангал И газовую плиту И что? Овен Овен можно Духовку Овена называется На испанском Что хотите И полочки В общем В общем, друзья Остановите нас, пожалуйста Этих бедных орхидей Я принесла Чтобы обработать Сюда поставлю Ну да, но это уже На следующий год В этом году мы Закончили все Мы столько всего Наделали За один год Что, думаю Нормальные люди Это делают За несколько лет Проживания Целый сад Посадили Целую большую Эту летнюю кухню С большой верандой Построили Что еще сделали? Не помним Ну, тратили 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 На все катушки Ну и Отлично Теперь будем работать Зимой Поработаем А с весны Опять будем Сильно тратить Окей Для этого и работаем Сильно Значит, я это утром Сорвала Этого арбуза Сильно не уверена Что он Может быть И Так испугает меня Этот арбуз Да, спелый Не уверена была Что спелый Мы оба сами Услышали Ой, Гене Арбузы всегда спелые Однажды арбуз отрезала Он был неспелый Ну, неплохой был На вкус Съела И Прямо Изумилась И кто-то писал Это надо уметь Чтобы разрезать Неспелый арбуз И Вкусом Изумиться А я это умею Я Умею Изумляться Очень большой был Извините Извинитесь Очень вкусно Я знаю Но с косточками Твои дети это не едят Это для них Не из этой планеты Это не арбуз Это что такое, мама? Что за косточковый фрукт? С этим очень вкусно Тахин Угу Давайте я съем Я прямо с косточками И иногда все поедаю Столько косточек Удалять И действительно неудобно Глотаю И все Конец 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 фильма Наш заказ принят И чем это во время работы занимаетесь? Что? Что там у вас? В 1910 году В 1920 году Из дерева руку сделали Как процесс Угу Угу Окей Цель года А Любовь пропала Девочки Говорит Все, Арам Закончено Все между нами Нет Еще есть надежда Кстати Хотите кофе с пенкой? Покупайте Эту штуку Он у нас на Амазоне есть Чайник электронный Он всегда С пенкой делает Но Не перекипите Арам Это как интересно получилось Половина на половину Ммм Это я Пузырьки лопаю Окей Присядем Здесь будем сидеть естественно Налил на все катушки И говорит Ты это принесешь Да? Конечно я принесу Не ты же Ух Все такие трудные дела На моих хрупких крючах Ммм Сиренас Парик уфань хамон Окей Вот это я люблю Местель Гутель Ой Сидеть Кушать Вебеночек Хамель Пицца 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 Так на меня смотрит Что невозможно Хамель Ашель Хорошим собакам Не обязательно что-то выполнять Чтобы им Вкусняшки дали Пути толстее Самое главное Вчера или позавчера Но пиццу ели И дети ей Кончики Да Или в общем Кусочки пиццы Говорю Не надо ей ничего давать И все на меня так посмотрели Кто бы говорил Говорю Вот именно Я ей Маленькие кусочки даю Что сегодня было Говоришь ты говори Я не хочу быть плохим человеком О Арнак Наш Арнак Ну немножко полнеет парень Любит вкусно поесть И любит ночью поесть И мужу Говорю Арнак Немножко кажется Полнеет Говорит Да я тоже заметил Говорю Поговори с ним Скажи пусть идет В спортзал Говорит Ты говори Говорю Почему я должна говорить Я же мать Я его кормлю Говорит Хочешь чтобы я был На армянском есть слово Ватамарт Как будто Когда кому-то что-то Неплохое говоришь Ну что-то говоришь Что знаешь Этому человеку Может не понравится Но может быть Ты и прав В нашем случае Это называется Ватамарт Как будто Плохим человеком Говорит Хочешь чтобы я был Плохим человеком Говорю А кто же Ее же Хотя я ему уже говорила Я ему штаны купила специально Я не говорила То есть сказала Очень так По матерински сказала Сынок Ты кажется В спортзал Перестал ходить Он очень активно шел В последнее время Он чем-то занимается И постоянно занимается Очень занят Но все равно Да И сказала Кажется Ты перестал ходить В спортзал И для него Купила И для него Майки специальные Говорю Специально для спортзала Майки очень подойдут И вот так Одевает идет Бассейн чистит По дому ходит Туда-сюда О, это для спортзала Да, майки ты одеваешь Потом И шорты купила Говорю Вот эти шорты Как раз к тем майкам Чтобы в спортзале Тренироваться Туда-сюда Это уже несколько недель Разговор И сегодня Ну, вчера купила другие шорты Чтобы дома Одевать Такие мягкие Сегодня Он надел эти шорты Майки И сказал Я иду В спортзал На мужа Посмотрела Он Ты ничего не говорила Я тоже ничего не говорила Я просто Покупала шорты Говорю О, это не те Чтобы идти в спортзал Те Которые немножко Знаете Какие Чтобы быстро засохли Если вы спотеете А эти То, что он надел И пошел Мягкие Они очень Поздно будут Сушиться Если вы спотеете Ну, и главное Надел Пошел И поздно пришел На днях Мне должны На рекламу Прислать мужскую одежду Очень интересно Пишет Женщина Река Ломодательница Говорит Здравствуйте, дорогая Я бы хотела Сотрудничать С вашим мужем Я хочу Коллаборировать С вашим мужем Она пишет Говорю Что с моим мужем хотите И самое интересное Что от их компании Я уже из Амазона Очень многое покупала Это йога Помните То, что для мужа Три комплекта купила Серый Белый Бежевый И многое У них уже покупала Не знаю То ли они заметили Что я У них уже покупаю И Решили сотрудничать То ли Очередной Content Creator Как к очередному Блогеру Обратились Но Впервые кто-то мне написал Что хочет С мужем Говорю Думаю Лучше вам с моим сыном Сотрудничать Ну Молодой На нем Как бы Что-то заснять Зарекламировать Думаю Лучше будет И Арнагу Говорю Арнагу На днях еще эти Мы выбираем Что хотим Пару штук Чего-то выбрала Говорю Красиво будет Если Так плотно Будет сидеть Все Я сделала Я значит Это я его Кузов Но я все Это делала Очень тонко Долго длилась Но пошел Сегодня наконец-то Пошел в спортзал Уф Ну Гены Наверное Хотя Ты в 25 Какой был Я не помню Уже Но был Немножко У тебя был такой Животик Чуточка Не было Я внимание не обращала На живот Честно говоря На фигуру Я на его душу В общем В общем Наши дети Лучший Наша лучшая версия Думаю Ну пусть будет Пока таким Еще успеет Живот нарастить Пополнить В общем Вот такая история Продолжение следует... Продолжение следует...